В Наринмаре состоялся круглый стол, в рамках которого представители избирательной комиссии Ненецкого округа, региональных отделений политических партий и члены окружной общественной палаты обсудили особенности проведения выборной кампании 2021 года. В частности, изменения в процедуре наблюдения за ходом голосования. Избирательная кампания в преддверии осенних выборов вступает в активную стадию. Идет процедура регистрации кандидатов. По сравнению с предыдущими федеральными выборами, выборами президента Российской Федерации в 2018 году и голосованием о внесении поправок в Конституцию прошлым летом, внесены изменения в процесс наблюдения за ходом голосования. В Наринмаре трансляция будет организована на шести участках за счет средств федерального бюджета из Центра тестирования и кадрового развития администрации Ненецкого округа. Здесь, непосредственно в этом помещении, на этой стене будет размещен экран, где можно будет любому наблюдателю, представителю политической партии, избирателю, гражданину, журналисту прийти и посмотреть, как идет процедура голосования на вот этих шести избирательных участках. Это наиболее крупные участки у нас. На всех остальных участках без исключения будет тоже обеспечено видеонаблюдение, но без трансляции в сеть интернет. То есть будет сохранена запись и в случае возникновения каких-то спорных вопросов к этой записи можно будет обратиться. Важной составляющей любых выборов является деятельность общественных наблюдателей, в том числе информирование граждан и наблюдение на избирательных участках. Совместную работу за ходом голосования на предстоящих выборах за круглым столом обсудили представители региональных отделений политических партий, члены окружной избирательной комиссии и общественники. В частности, были подведены итоги обучения наблюдателей. Нам подготовлено порядка 110 общественных наблюдателей, которые будут работать в сентябре. Проговорим про формат обучения, который проходил, потому что в этом году формат обучения носил более прикладной характер. Перед общественными наблюдателями стоит задача знать не только основы избирательного права, но и понимать, как действовать в каких-то конфликтных ситуациях, провокационных ситуациях. И в ходе обучения наблюдателями были рассмотрены конкретные примеры, которые, в принципе, им пригодятся. Надеюсь, конечно, не пригодятся, но, по крайней мере, все прикладные навыки наблюдателями получены. Напомню, избиратели Ненецкого автономного округа будут выбирать депутатов Государственной думы Федерального собрания 8-го созыва, депутатов Амдормы и Омского сельсовета, а также глав и депутатов в Пустозерском и Малоземельском сельсоветах. Голосование будет проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов. Досрочное голосование на труднодоступных территориях будет проводиться не ранее, чем за 20 дней до выборов. Речь идет о нефтяных месторождениях, вахтовых поселках, воинских частях, местах кочевий оленеводов и других. Для маломобильных граждан голосование будет организовано на дому.